ГОМЕЛЬ Гомель назначил день вызволения немецко-фашистских захопников – 80% разбуранных побудов и усяго 15 тысяч жахаров со 147 тысяч до военной колькости насельства. Менавиты таким убашили Гомель солдаты Червоной Армии 26 листопада 1943 года. Разом с упрацовниками областного музея военной славы сторонких истории перегарнули наши корреспонденты. Это был один из крупнейших промышленных и культурных центров Белоруссии. Веселый, жиростущий город. Вот каким довелось его увидеть. У областного музея военной славы есть картина. Вызволение Гомеля 26 листопада 1943 года. Палац румянцевых паскевичев. Парк и в облаке. На фоне солнечного неба. Супрасонники музея кажут, что разумеют автора. И он мкнулся передать почувствую счастье от вызволения города. На самой справе ранеца этого дня была вельми золкой, а солнце у ГТШ с года тут практически николи не бывая. Червоная Армия вошла в город у 9 годин, 30 хвилин. Правда, с довоенных амаль 150 тысяч жихаров убачить ту ранецу могли только 15 тысяч. Нехто находился у эвакуации. Нехто на фронте. Шматка госгамельчан угнали у Германию цезабили. Особливо жорсткими оккупанты были у односенных до партизан и подпольщиков. Вы видите молодую, красивую женщину, связную дамановическо-партизанского отряда Марию Власенко. На ее глазах сожгли четверых ее маленьких детей, а мужа заживо закопали в землю. Фашисты требовали, чтобы она сказала, где находится партизанский отряд, кто связной, но Мария молчала. Кали 11-го кастрышника 1943-го Червоная армия вызволила Белецу, стала зразумела. На Шарзе – Гомель. Немецкая армия не только створила мощную обороншую линию, а лей почала масштабное знишение будынков. На сучасной улице Ленина односно целым заставался только дом коммуны. Яго заминировали, але узарвать не поспели. На Советской был сдалеку бачный будынок банка. Усю остатнее узарвали. Третий будынок, який захаваўся у центры Гомеля – так званы дом специалистов по сучасной улице Кирова. Дарыши под Гомелем немецкая армия могла трапись у яшы один котел, яких пасля Сталинграда яны вельми боялися. З уликам, створанной ёю оборончай линией, Червоная армия вырышила узять город не напрямую с Белецы, а сбоку Рэшицы и Ветки. Яшы некалькі дзен и Гомельский котел мог бы стать реальнастю. Калі оккупанты гэта зразумели, яны литаральна збегли з города. Командуючим фронтом Константином Константиновичем Рокоссовским было принято решение хватить Гомель с юга и с севера и вынудить их отсюда уйти. Даже когда 26 ноября Левитан объявил, что в результате обходного манёвра немецкие войска вынуждены были уйти и в результате был освобождён город Гомель. Гомель став першым областным центром Беларуси, вызваленным от нацистских захопников. У гонор гэтай падзии Москва салютавала 20 залпами с 224 гармат. Гэта был другий салют у гісторы Великой Айчыны. Перший прагучал 18 листопада у сувязи с вызволением Рэчцы. У Снежній у Гомель пераяхали Центральный комитет Коммунистичной партии Беларуси, Президуум Верховного Совета и Совет Министра Украины. Раз некалькі тыдня тут же у Гомеле было принято решение об одновлении народной господарки. И такая личба. Замужность и героизм проявлены у боях за вызволение Гомеля. 23 воинские формирования отрымали найменне гомельских. Пытались удержать Беларусью любой ценой. Чтобы было ясно, что если Красная Армия войдет в Беларусь, значит она автоматически войдет в Германию. Олесян Цюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько. Телерадо. Компания «Гомель». 26 листопада 1943 года войске Беларуського фронту под командованием Константина Рокоссовского вызволили город. Бои за его вошли в гісторы под названием «Гомельская реченская операция». С находы святкования гисторичной даты дня вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников отбылся митинг для Вечного огню. Сюда пришли простовники улады, працовных коллективов и школьники. Веленые молчания и они ушановали память загинулых воинов и усклали до похования кветки. Сирот удельников митингов – ветераны Великой Отчинной войны Алексей Пименов и Михаил Лягчилкин. В складе зенитной батареи в 1941-м он оборонял город, а потом и вызволял от немецких захопников. Я участник освобождения города Гомеля и защищал город Гомель. Я зампоспектальницей зенитчик, рядовым солдатом был. Наша батарея стояла сейчас в карусели, 8 орудий зенитные. Охраняли новобелецкие мосты от немецко-фашистских захватчиков. Самолеты налетали на этот мост разбомбить. Участников войны везде вощряют, поддерживают. Ну как не радоваться этому всему? А то, что мы завоевали этот мир, участников войны, ну это гордость. У Гомеля стала добрая традиция означать падея, которая связана с Великой Отчинной войной, реконструкциями боев. Подчас святкования 73-й годовины вызволения Гомеля уделу такой реконструкции приняли коляста человек. За деи назирал Олег Сентяров. За две годины до початка реконструкции все у дейники уже на месте будущих боевых дейников. Члены военно-историчных клубов из Гомеля, Минска, Гродно, Могилёва и Санкт-Петербурга каждый не просто прихильник истории, а и соправданный профессионал в своей справе. Сейчас обновить историчные падеи все больше тяжко, а тому особливая увага от поведности военной формы и сброи. Головная, когда можно так сказать упрыгоджение любой военной реконструкции, это соправданная боевая техника, как, например, вот этот мотоцикл часовой Великой Отчины войны М-72 с соправданным, до речи, кулеметом Дегтярова. Все родные задачи военных реконструкций не только показать некий эпизод Великой Отчины, а и нагадать об ее истории и у дейниках. У РЕСЦе и подчас обороны Гомеля в 41-м, и подчас возволения в 43-м, активный удел в боях примали местовые жахары, нащадки яких зараз натирают за реконструкцией. Военно-патриотичный клуб 53-й мотостровковый полк Народного комиссариата внутренних справ уже в некоторых годах иснует при Республиканском унитарном предприемстве Гомель Энерго. Сучастники кажут, об этом подразделении ведут не вельми шмат, а оно, тем не менее, унесло значный уклад у нашу перемогу. Бойцы этого полка активно участвовали в боях, боролись с высадкой десантов немецких, которые были очень массовыми, диверсантов. Работали с красноармейцами, которые уходили с линии фронта, дезертиры и тому подобное. Формировали новое подразделение и сами участвовали в боях за Гомеля. Они последние уходили, они последние подрывали за собой мосты и уходили из Новобелецкого района. Коли у минулом годе подчас реконструкции показали форсирование СОЖа, то селита брали иншую тему. Причим, как наблизить дзею до реальности, выучали документы военных часов и сусыркалися с удельниками Великой Ачины. У центра уваги один из боев Коля Гомеля, червоная армия, наступая на город. Немецкая мкнеться, не трапить Уполлон. Немцы, не выдерживая натиска армии. Потом у Денники реконструкции признаются, на самой справе было крыху не так, а ли у такой идеи свои законы. Она повинна быть текавой и притягивать увагу глядачу у весь час. У Вогуич после Сталинграда настрой у немецкой армии изменился. И хоть боевые якосы, и она еще заховывала, а ли боевой дух был не таким, как у 41-м. Немцы боялись котла. И даже мне мой покойный дед рассказывал о том, что когда они зашли в опустевшие немецкие блиндажи с утра, утра 26-го числа, еще стояла еда, теплая, чай. Настолько они стремительно сорвались отсюда, чтобы максимально не попасть после Сталинграда, они очень боялись котлов. Тем более уже зима надвигалась, это не выжить было им. Военные реконструкции не детячая гоня в войну. Тут и подрыхтовка серьезная, и силы, заденечены немаленькие. Организаторы кажут, что без поддержки местовых улад в углу ничего бы не трымалось. Для того же значную допомогу оказали представники войсковой части, квартовальники и сопрацовники музея военной славы. С увлеком такого взаиморазумения и взаимодействия можно очекать, что этой военной реконструкции у Гомеля пошли не было. Олег Синчаров, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель». Помник бюст полному кавалеру ордена славы Александру Андреенко открыта на аллее героев в Будакашалеве. Его имя займае годное место у шерох увядомых военных деячев и ударников працы Будакашалевского района. На войну Александр Андреенко трапил у 1943-м, был стралком роты автоматчиков. За подвиги у 1944-1945 годах тройча был представлены дардынов славы. Войну скончил ефрейтором, пасля працевал у родной вёсце Радзеева и на экспериментальной базе Уваровича. Про войну узгадывал редко, занадто великой была цена перемоги. Особенно так не хотел рассказывать, потому что всё это всплывало, и потом очень волновался, всё переживал. Вот фильмы, когда смотрел, тоже не мог смотреть вот такие боевые, которые, боевые фильмы, потому что всё это пережил, говорил, что представляю, как вот, как это было, какое мы горе выдержали, в каком одуме были. 130 миллионов рублей на остановку помника выделили со сродков республиканского субботника. Сегодня на территории Будокошалёвского района находятся 85 помников героям Великой Айшины. Ни воды не разбураны, не закинуты. Ежегодно захоронения обновляем, выделяем на это средства, выделяет областное руководство. Спасибо за поддержку. Вот мы за последние годы, 36 их отремонтируют, за год буквально, открыли сегодня здесь бюст Александра Егоровича Андреенко. Ну, это подтверждение того, что в той, наверное, войне в Лихолетии принимали очень активное участие, в том числе и жители Будокошалёвского района. Протягиваем выпуск. На сессии Гомельского областного совета депутатов затверждены новые областные программы, реализация которых различны на период до 2020 года. Уся год до конца этого года плануется принять 16 таких документов, которые пишутся в разных сфер житедейности региона. Чекаемое протяглое життя до 2020 года 74 с половой годы. Один год больше, чем зараз. За этот период рост народжальности больше на 2% и снижение дитячей смертности на 3%. Это основные параметры, которые закладены в новом региональном комплексе мероприемств по реализации державной программы «Здоровье народа и демографичная безопасность». Сярод мер по достигнению запланованного набытью нового сучасного обсталявания, информатизация глины, профилактичная работа. Пытание удосконаливания деятельности школы, дошкольных установ, поддержка приемных семей и формирование молодежного патриотизма. Сярод приоритета у программы развития, адукации. Повысить якость життя закликаны так само заотверженные мероприемства у сферы социальной политики. В вопросах реорганизации и автоматизации производства, конечно, это сегодня содействие занятости. Для того, чтобы напряженность на рынке труда снимать, вести переподготовку людей. Значит, вот это вопросы, которые... Ну и охрана труда. Лепшие сувениры с региональными особливостями выберутся у Гомельской области подчас конкурсу «Гомельский сувенир». Организатор Гомельской отделения Ганглёва промысловой палаты. Успамин – так перекладается слово «сувенир» с французской мовы. Гэту першу чергу имиджевый продукт. И у многим от того, якие сувениры привязуть домой бизнес-партнер альбу туристы, будут залежать их уражение об нашем регионе. Оригинальность, якость, высокий эстетичный мастерский узровень. И самое главное – мясовый колорит и познавальность. Такие умовы стоят перед ромесниками и маэстрами декоративно-прикладной творчести. Сувенирная продукция, та, которая может ассоциироваться с Гомельской областью, та, которая может представлять какие-то конкретные регионы Гомельской области, уникальные традиции, культурные ценности наши, она обязательно должна присутствовать, потому что мы проводим и выставки, и ярмарки, и почему мы так плотно работаем с ремесленниками. Нам хочется найти вот те изюминки, которые есть в Гомельской области, и представлять их нашим партнерам. Об умовах проведения конкурса «Гомельский сувенир» можно доведаться на сайте Гомельских отделений Годлёво-промысловой палаты. Выники подведут у Саковику наступного года. Народные таленты ТАБЕ – Беларусь. С таким девизом прошло святошное мероприемство в рамках «Тыня профсоюзной культуры». 14 творчих коллективов и выканавцев выступили на сцене Городского центра культуры. У зале собралися ветераны працы, простовники первичных организаций и активисты профсоюзного руха. И они познайомились с творчостью лепших удельников мастерской самодельности. Это не профессиональные артисты, а работники чугунки, аховы здоровья, промысловых предприемств. При этом каждый из выканавцев мае в опыту делу в фестивалях и конкурсах. Все ротых республіканский конкурс «Новые имены», барафон «Культ прав свят», акция «Мы разом». Хэты, а так сами іншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.teleargomil.by. На этом выпуск завершены. У студии працював Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин